Впервые видим в зоопарке эту птицу. Если вы ее увидите, то уже точно не забудете и ни с кем не перепутаете. Это абиссинский рогатый ворон. Птица довольно крупная и очень красивая. У нее черные блестящие перья, помните выражение, черные как вороного крыла, и рог, расположенный над клювом, почти как у носорога. Поэтому он относится к семейству птиц-носорогов. Те звуки, которые вы сейчас слышите, издают другие птицы. Скорее всего, это галки и вороны, которых здесь в избытке. Птицу мы не кормили, мы просто с ней играли. Мы ей желудь, она нам листик. У нее полно желудебный. Они не очень желудебные. Они ухарачиваются, что дуб падает все охота. В вольере было две птицы, но одна держалась в глубине вольера, а вторая или второй, скорее всего, это была пара, оказался более дружелюбным и любопытным, и был не прочь пообщаться с нами. Мне даже удалось потрогать его клюв. Погладила, да. Людей не боится, подходит близко и смотрит прямо в глаза. И посмотрите на эти глаза, на эти ресницы. Не часто такое увидишь у птиц. Кстати, загадка для вас, дорогие зрители. А вы знаете других птиц с длинными ресницами? Если знаете, напишите в комментариях. Мясо едят, а вы, что мясо едят. В природе абиссинские рогатые вороны питаются мелкими позвоночными и беспозвоночными. Это лягушки, ящерица, мыши, жуки и даже змеи. Употребляют некоторое количество фруктов и семян, не откажутся и отпадали. Тут они солидарны с другими врановыми. Но в зоопарке, думаю, у них немного другой рацион, отличающийся от природного. Я бы еще долго могла любоваться абиссинскими рогатыми воронами, но пора идти дальше. Мы продолжаем гулять по Калининградскому зоопарку и знакомиться с его обитателями. Пойдем смотреть на водоплавающих птиц. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует...